Знакомьтесь, салон Давида Мебель, кухни, столы, трансформеры, спальни, детские, элегантность, комфорт и неповторимость. Доставка 7 дней, гарантия 8 лет, скидки до 50%. Давида Мебель, ТЦ Пассаж, 4 этаж. В норме там действительно указано закон о том, что это добровольный платеж. Очень многие налогоплательщики обращаются в адрес инспекции с заявлениями о том, что просим пересчитать за последние три года, вернуть сумму оплачиваемую. Мы не хотим добровольно уплачивать налоги. Но статьей 57 Конституции Российской Федерации закреплена обязанность налогоплательщиков уплачивать законно установленные налоги на территории Российской Федерации. Поэтому очень много налогоплательщиков действительно, они путают обязанности и способы оплаты. В связи с тем, что, ну, думаю, таки приличное количество налогоплательщиков, у которых имущественные налоги насчитываются налоговыми органами, ее суммы действительно очень большие и введена данная норма. То есть это касается именно добровольной оплаты имущественных налогов. Очень многих платежщиков смутило в данной норме слово «добровольно». То есть налогоплательщики посчитали, что именно добровольность уплаты имущественных налогов, несколько неправильная трактовка законодательной нормы, добровольность именно касалась уплаты, способа уплаты, а не именно, допустим, уплаты имущественных налогов вообще. Данная норма в связи с большим, скажем так, с большими начислениями имущественных налогов, есть налогоплательщики, у которых суммы начисляются и свыше миллиона. Согласитесь, что единоразово, допустим, такую сумму оплатить в бюджетную, это несколько затруднительно. Поэтому законодателям введена данная норма, которая закрепилась в статье 45.1 о добровольной уплате. То есть данные налоги, а налогоплательщики в принципе эту информацию и расчеты налогов могут подчеркнуть и в электронном виде, и из личного кабинета, и ставки налогов, и объекты, по которым им начисляется, идут начисления по имущественным налогам, в принципе могут частями начинать оплату. То есть это так называемый электронный кошелек. То есть когда налогоплательщики какими-то суммами делают туда поступление, обеспечивают туда поступление средств, после наступления срока уплаты налоговый орган просто делает зачет в течение 10 дней и списывает это все в бюджет Российской Федерации. То есть это именно добровольная уплата. Налогоплательщик может зайти в личном кабинете, посмотреть именно какие налоги и за какие объекты им начислялись за прошлое, и осуществить оплату. Эти деньги будут зачитываться на счета Федерального казначейства Российской Федерации. После того, как мы увидим переплату и наступит срок уплаты именно имущественных налогов, мы сделаем зачет.